За публикацию недостоверной информации, которая может иметь негативные последствия, грозит крупный штраф. Соответствующие поправки в федеральный закон вступили в силу. Что же такое фейковые новости, выясняла Татьяна Бойко. Фейковая новость – это заведомо лживая общественно значимая информация. Распространяется обычно под видом достоверных сообщений, но может иметь очень негативные последствия. И такие примеры были. Вспомнить хотя бы пожар в Кемеровском торговом центре, когда писали, что жертв гораздо больше, чем было на самом деле. Запрет на распространение лжи касается не только СМИ и корпоративных изданий, но и пользователей социальных сетей и авторов видеороликов на Ютьюбе. Если говорить об ответственности, то ответственность предусмотрена для трех категорий. Это граждане, это должностные лица и это юридические лица. Здесь, в общем-то, градация идет в зависимости от того, кем было совершено правонарушение. Если правонарушение было совершено гражданином, то по чести девятой данной статьи предусмотрена административная ответственность на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Вдумчивые фолловеры доверяют далеко не каждой информации из соцсетей. Но все же немало и тех, кто верит каждой новости из интернета. К примеру, сегодня в группе Муравленко появился пост с сообщением о ДТП, в котором пострадал ребенок-пешеход. Авария сегодня действительно была вот только потерпевшая, не школьница, а 22-летняя девушка. Отличить самостоятельно фейки и вбросы непросто, но вполне реально, если обращать внимание на некоторые вещи. В первую очередь нужно обратить внимание на источник информации. Он должен быть проверенным. Можно посмотреть, есть ли похожая информация на других новостных сайтах. И, конечно же, важна подача и оформление самой информации. То есть, если на первый план выходит кричащий заголовок, а в самом тексте использовано слишком много восклицательных знаков, допущены грубые ошибки, то можно с большой долей вероятности сказать, что перед нами фейковая новость. В новом законе указан список последствий, в каких случаях доступ к недостоверной информации может ограничиваться. Предусмотрен и особый порядок закрытия доступа для сетевых изданий. Составляется протокол об административном правонарушении. И уже суд определяет, есть состав административного правонарушения, либо нет состава административного правонарушения, и выносит наказание. Но для того, чтобы была определенная гарантия, в том числе и для средств массовой информации, к данной статье имеется примечание, что в течение 24 часов, соответственно, лицо, составляющее протокол, обязано уведомить об этом органам прокуратуры. Новый закон вступил в силу только в марте. Поэтому как будет складываться судебная практика по делам о фейковых новостях, покажет время. Татьяна Бойко, Антон Иванов, Новости Муравленко.